Всем привет! Вы на канале SpyGest TV. Сегодня, как я обещал своему одному подписчику или просто зрителю, я куплю два новых хищных растения под названием Непентос. И вот они. Это Непентосы, два разных вида только. Сейчас я объясню принципы, к чему я сказал, хищные. На хищных они совсем не похожи. А вот почему они хищные. И вот это вот как кувшин. Здесь вот, во-первых, есть очень вкусная жидкость и нектар. И досекомая приползает, начинает слизывать этот нектар, а вот здесь вот очень скользкие стенки. Оно просто подсказывается и падает вот в эту трубочку. Вон туда. А там находится как пищеварительный такой сок. Как соляная кислота. Она просто переваривает. Переваривает это насекомое. И все. Я купила их два вида. Вот этот вот называется, по-моему, мраморный. А это Непентис обычный. Видите? А это еще такой большой, который потом способен ловить даже крыс. Вообще, принцип вот этого действия, он потом вырастает. И это очень большим. Он может высоту до полуметра вырастать. И вот это вот, видите, вот эти вот как капельки, это очень вкусная жидкость. И зверек, такая горная тупая, она приходит, встает на вот эту вот крышку и начинает слизывать нектар. Она слизывает его, но оно вообще питается экскрементами, этой горной тупой. Пока оно слизывает, оно как гадит внутрь вот этой вот этим же и питается это растение. Но иногда оно питается насекомыми, неосторожными. И также иногда даже прибегает крыса, и когда он довольно большой, она может икрусу переводить. И это настоящий пир для этого растения. Ну, я их сейчас попробую покормить, но, в принципе, в кормлении этих растений не будет ничего интересного. И это довольно просто. И примерно раз в неделю нужно кидать какого-нибудь насекомого. Причем, главное, особенность, что надо вот в каждый вот этот кидать, так как это разные цветки. Вот каждый вот этот вот. Это разные цветки. И вот здесь вот тоже. И просто здесь абсолютно нет ничего сложного. Здесь кормить можно просто любыми насекомыми. Вот и все. И этого зоофобуса, это растение уже начинает переваривать. Там он просто находится, видите, жидкость там. Вот это вот. Как кислота. Покажу. Просто возможно, в конце жизненного цикла, жизненный цикл этого растения может продолжаться около 50 лет. И в конце жизненного цикла мы можем вскрыть вот это вот и посмотреть, что там находится вот на дне вот этой вот. Так, ну надо покормить вот каждый вот этот, потому что это разные растения. Чтобы оно хорошо как жило, надо кормить вот каждый вот этот по голову. Так, кормилишь вот эту. Теперь будем кормить вот эту вот. Все. Эти не удержался и соскользнул. Так. Идем дальше. Так. Пальшиковым покормим. Сюда вот таким одного. Так. Дальше. Можно даже мертвыми, наверное, уже кормить. Ну, которые вот умерли примерно недавно, там, день-два назад. Потому что самое дорогое, это вот именно как внутристость. То есть, если мы дадим кого-нибудь уже мертвого давно, то просто толку растений от этого совсем не будет. Так. Давайте вот последний дадим. Вот этот вот. Все упал. И вот этот вот еще. Маленький длинненького вот такого вот. Ну, ладно, в этом не будем. Так. Этих мы накормили. Теперь попробуем покормить вот этих вот. Их кормить очень просто. Ну, просто очень. И чем больше вы его будете кормить, тем быстрее это растение и вырастет. Только не забывайте, что его нельзя кормить слишком часто. Иначе растение может погибнуть. Оно просто может не успевать переваривать всю добычу свою и погибнет от этого. Вот у меня, наверное, мертвый жук здесь. Это, скорее всего, просто его жизненный цикл закончился. Тем более, если это самец, самцы живут этих жуков буквально несколько месяцев. Давайте тогда дадим его кому. Так. Вот сюда вот мы его кинем. И, наверное, через неделю мы сможем снова накормить. Накормить эти растения. Так. Вот в последнюю куда-нибудь эту кинем ковшинку. Сейчас мы попробуем также с вами накормить и растянку. Так как мухоловка у нас еще, видите, она вся закрыта. Так как для переваривания пищи ей нужно около 10 дней. И через 10 дней она снова откроется, и мы снова ее с вами покормим. Так. Кого еще покормим? Наверное, это большой будет. Так. А чем мне покормить-то вот эту вот? Растянку эту. Давайте попробуем кинем самым маленьким этим мучным червячком. Так. Вот она шла прям маленькая-маленькая. Вот такого. С таким уж расянка, ну, точно справится. Еще. Так. Какой будет цветок. Так. Вот. Принцип охоты у расянки такой. Когда вот прилипает жертва, вот эти вот листки, они просто как начинают к ней тянуться. И как типа заворачивают ее. А потом, когда вот так-то они как зафиксировали, потом еще вот это вот начинает вот так вот закручиваться. И в такую трубочку, и внутри этой трубочки оказывается жертва. И она ее начинает переваривать. Ну, что-то она у нас снова есть не хочет. Честно, я не знаю, почему. Так она должна есть чаще. Кстати, с того прошлого видео я ее пересадил. Горшочек побольше. Зоофобус убежал куда-то. Так, а вон он. Так, зоофобуса надо поймать. Он может быть серьезным вредителем. Зоофобус убежал, потому что он может просто корни погрызть этого, и это будет очень плохо. Ротянка может легко погибнуть от этого. Кстати, у меня вот освободился такой вот горшочек. И, возможно, этот горшочек я буду использовать как укрытие для каких-нибудь своих пауков. Следующее видео, это, скорее всего, будет уже видео про пауков. Так, прокормление, скорее всего. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.